Почему ты решила уехать на миссию так надолго? И до конца своих дней посвятить себя, чтобы проповедовать Слово Твое, чтобы они каялись, потому что они тоже нуждаются во спасителе и во спасении. И я просто, Господь дарвал мне такое, я думаю, любовь и сердце к ним, чтобы служить им, чтобы еще многие люди могли спастись. Света, скажи, пожалуйста, можешь ли привести пример, самый впечатляющий пример, где Бог употребил тебя на миссии? Таких примеров много разных случаев, но приходилось молиться за людей о покаянии, о освобождении, о исцелении, о духовном крещении, где люди просто получали исцеление. Это большое благословение видеть, когда Господь делал работу через меня, через наших миссионеров, и это приносило мне большое счастье, удовольствие, когда я видела руку Божью, и это вдохновляло еще больше меня продолжать это делать. Слава Богу. Света, несколько, может быть, самых таких ярких результатов или плодов вашей миссии, вашей группы миссионерской, где ты была участником. Вот сейчас, когда уже вы видели, у нас организовалась церковь, 12 членов, которые мы начали с нуля приезжать, начали к ним, и они на наших глазах каялись, принимали водные хрящения, и образовалась церковь. Сейчас у нас женское служение, и плоды есть, конечно, люди каются, они узнают Бога, они отдают свои сердца Господу, и просто есть плоды, есть за что славить Господа, слава Богу. Света, можешь рассказать правду, что было самым трудным на миссии? Трудности, конечно, есть, испытания Господь проводит, но я думаю, были моменты, когда вот какая-то ситуация, и просто не знаешь, что делать, не знаешь, как помочь, и просто такое приходит разочарование, или руки опускаются, но тогда ты знаешь, что Господь, Он не оставляет, Он что-то, или Господь молчит, или что-то, ты не знаешь, что делать, и просто идешь просто к Богу в тот момент, ищешь лица Господня, чтобы Господь ответил или подал свою руку. Я думаю, трудное, это когда ты чувствуешь, что ты как бы сам, и ты ничего не можешь, ты беспомощный, ты ничего не можешь изменить или помочь, или ты не видишь, куда идти и что делать. Я думаю, это самое такое трудное время. Спасибо. А что вот было самым трудным, но не духовным, но трудным? Конечно, поначалу работа над характером, конечно, было трудно приживаться, смиряться. Но это опять духовное. Миссионеры люди духовные, вы же понимаете. Трудным? Я не знаю. Мне, слава Богу, Бога даровал, ну, может, такой характер мне, что мне все как-то, или было что-то, ну, не считалось трудным. Все преодолевало с Божьей помощью. Я когда у Светы иногда спрашивал, Света, какие твои нужды, что у тебя не хватает, в чем тебе помочь? Она мне всегда так рассказывала, все есть, у нас все есть, я ни в чем не нуждаюсь, за все, слава Богу, все есть. Вы видели фотографии, что есть и все есть. Света, у вас все есть? Слава Богу, есть все, все есть, есть здоровье, есть хлеб, это хлеб. Можно поаплодировать, это исполнение Писания, за все всегда благодарите. Слава Богу за это. Света, расскажи, пожалуйста, чему ты научилась, лично ты, сама, за весь этот миссионерский период? Лично для себя, что ты взяла уроки жизни? Я научилась доверять Господу на все сто процентов, в разной ситуации, в разном деле, в всяком. Я знаю, я научилась, Господь меня так вел и так проводил, что Он научил меня доверять Ему во всем. И я знаю, что я под Его рукой, Его охрана надо мною. И если даже что-то случается, это ко мне во благо. И просто полное доверие Господу на всяком месте, это благословение. Я чувствую себя очень счастливой, очень радостной, когда я знаю, что Господь ведет меня, и Он надо мною, защита Его охрана со мной. Просто я научилась Господу доверять. Я доверяла Ему свою жизнь, служение и все остальное, и это счастье. Слава Богу. Кто хочет научиться доверять Господу, поняли, что нужно делать и куда нужно ехать, да? Следующий вопрос, Света, расскажи, ну, пожалуйста, расскажи, какие у вас нужды? Какие у вас нужды там на миссии, у тебя лично, у таких, как ты? Нужды есть, конечно, у миссионеров. Нужды, мы нуждаемся в вашей молитве. Это номер один. Молитвенная поддержка. Очень важно. Спасибо, что вы есть, и вы молитесь, я знаю. Продолжайте это делать. Финансовая поддержка нужна, конечно. Точно? Нужна. Ты уверена? Сто процентов. Нужен транспорт, нужно его заправлять. Есть много мест, куда мы хотим ездить, посещать, развозить. Много труда произошло. Ну, пару евангелизаций было в этом году. Люди нуждаются в литературе. Нам нужно ездить туда и посещать их, возить. Но бывает так, что или машина ломится, или нет бензина. И мы так ждем, когда появятся финансы, или поладится машина. Или чтобы сама сремонтировалась, или чтобы… Вот такие нужны, самые ходовые, это нужны финансы, чтобы продолжалось… Хотите знать, на какой машине ездит Светлана? Света, расскажи. Цифра 4, вам знакома? Это Жигули 4. Жигули 4. Лада. Четверка. Четырехдверная. Да. Ну, слава Богу, что у нас есть такая машина, она нас может возить в разные места. По украинским дорогам, иногда трохи едем, трохи пхаем, а затем машину маем. Слава Богу, и за те. Молодец, Света. Вот эти люди, Света, видишь, вот эти все, они меня просто умоляли. Спроси у Светы, как мы можем ей помочь, помимо финансовых пожертвований. Молитесь за нас, за меня. Помимо финансовых пожертвований, помимо молитв. Можно присылать гуманитарку? Можно. Да. Если у вас есть toys, если у вас есть детская одежда, если у вас есть любая одежда. Мы развозим людям там пожилым разным. Мы делаем им маленькие подарочки, продукты и одежду. Обувь очень нужна и детская, и разная. Если у вас есть лишнее что-то, или вы не знаете, куда угодить, можно посылки отсылать нам. Ну вот все хотят позвонить, но боятся потревожить. Скажи, можно? Можно, да. Позвонить, так ободрить, благословить, спросить, как здоровье, как дела, в чем вы нуждаетесь. Мы будем очень рады. У вас огород тоже есть, да? Есть огород, да. Что вы там? Мы садим, все садим, как все люди, и живем в своего огорода. Делаем закрутки, закупорки, как по-украински. Живем, как все, и стараемся не отличаться, показать своей жизнью людям, что мы так, как все, чтобы мы как бы приобретаем их так, своей жизнью. Они сами к нам приходят и сами спрашивают, кто вы, что вы. Света, у тебя было желание все бросить и уехать назад домой? Нет. Честно? Нет. Честно? Нет, честно. Давайте поприветствуем Светлана Гульчук, миссионер. Черниговская область, Украина. Света, большое тебе спасибо. Мы тебя благословляем, ценим, любим. Спасибо и слава Богу, что ты есть. Можешь сейчас передать привет маме, папе, в камеру. Да. Мама, папа, все миссионеры в Украине, я вас приветствую, благословляю. Я за вами очень скучаю уже. Я думаю, скоро увидимся. Я здесь на малое время. И я уже не могу дождаться, когда вернусь туда. Жалко, что я зиму пропущу. Зима моя любимая пора года. И я просто хочу благословить вас, чтобы вы не опускали руки, трудитесь. Вы в правильном месте, в правильное время. Пусть Господь вас благословит. Мы вас любим, молимся за вас. И хочу также поблагодарить всех, всех вас. Я очень благодарна Господу, что вы у нас есть. Что вы молитесь за нас, поддерживаете нас финансово, материально. И продолжайте это делать. Мы очень нуждаемся. Люди очень нуждаются. Чтобы дело Господне продолжалось, нам нужны вы. Пускай Господь вас благословит. Я вас всех люблю, благословляю именем Господа Иисуса Христа. Пускай рада и защита его будет с вами на всяком месте. На ваших работах, в домах, в семьях, в вашем здоровье. Пускай он вас укрепит. Да, Господь, мудрости. Чтобы это желание идти вперед и продолжать делать то, что вы делаете. Жертвовать во славу Господню. Спасибо вам. Аминь.